Всем привет! С вами Лима Мьюзик. Сегодня мы научимся играть песню «Кадиллак». Вначале я сыграю всю песню полностью, а затем я разберу ее медленно и подробно по кусочкам. Субтитры делал DimaTorzok Рассмотрим медленно первый кусочек в правой руке. Начинать мы будем с ноты соль первой октавы. Соль на октаву ниже. Ми бемоль. Это пониженная нота ми. Еще раз. Ре. Си бемоль. Всего мы выучили 6 нот. Нужно будет их повторить еще один раз. Теперь показываю, какими пальцами мы играем эту мелодию. Пятый палец выкладываем на ноту соль. Первый палец на соль через октаву. Четвертый палец на ноту ми бемоль. Третий на ре. Второй на си бемоль. И повторяем еще раз без изменений. Показываю ритм к первому кусочку. Нам нужно сыграть две ноты соль медленно. Раз. Два. Остальные четыре ноты в два раза быстрее. И так же самым повторяем еще раз. Правую выучили. В левой руке в первом кусочке у нас будут такие же ноты, как и в правой руке, только на октаву ниже. Мы берем тоже ноту соль. Соль через октаву. Ми бемоль два раза. Ре. Си бемоль. И еще раз повторяем. Сейчас покажу, какими пальцами мы будем играть. Берем первый палец на соль вверху. Пятый на соль внизу. Второй на ми бемоль. Третий на ре. Пятый на си бемоль. Ритм такой же самый, как в правой руке. Две ноты медленно. Раз. Два. Остальные в два раза быстрее. Соединяем правую и левую в первом кусочке. У нас руки будут соединяться синхронно, потому что и в правой, и в левой одинаковые ноты. Играем. Соль, соль. Соль. Ми бемоль. Ре. Си бемоль. И так же самое второй раз. Первый кусочек выучили. Рассматриваем второй кусочек в правой руке. Нам нужно такую же мелодию, которую мы учили в первом кусочке, перенести на октаву выше. Теперь начинаем с соль второй октавы. Играем то же самое. Соль, соль. Ми бемоль. Ре. Си бемоль. И повторяем второй раз. Так же самое. После двух повторов нам нужно сыграть еще раз соль, соль. И на этом второй кусочек будет закончен. Рассматриваем левую ко второму кусочку. Нам в левой нужно выучить всего две ноты. Это нота соль малой октавы. И нота ми бемоль. Эти две ноты мы будем постоянно использовать в левой на протяжении всей песни. Только нужно запомнить эти две ноты. Сейчас мы их немного усложним и сыграем соль, соль в октаву. И ми бемоль, ми бемоль тоже в октаву. Это нужно играть одной левой рукой. Первый палец вверху, пятый внизу. Вот так. Эти две октавы мы будем постоянно использовать в левой руке. Если у вас рука не дотягивается в октаву, вы можете играть просто эти две ноты. Соль и ми бемоль по очереди. Соединяем правую и левую во втором кусочке. Ноту соль в правой соединяем с октавой соль вместе. Соль отдельно. Ми бемоль соединяем с октавой ми бемоль синхронно. Доигрывает правая. Теперь это соединение повторяем еще раз без изменений. В конце в правой у нас остались две ноты соль, соль. Первую соль берем с октавой соль. Соль отдельно. И левая доигрывает октаву ми бемоль. Сейчас сыграю, что получилось во втором кусочке с движением. Рассматриваем третий кусочек в правой руке. Играем четыре раза ноту ре, вторую октаву. Раз, два, три, четыре. Соль. Ми бемоль. Ре. Сейчас показываю, какими пальцами мы играем эту мелодию. Третий палец на ре. Первый на соль. Четвертый на ми бемоль. Третий на ре. Также показываю ритм. Мы должны остановиться один раз на четвертой ноте ре. Раз, два, три, четыре. Остановились. Дальше доигрываем все одинаково по ритму. Соединяем правую и левую в третьем кусочке. Помним, что в левой у нас соль и ми бемоль. Постоянно повторяются эти две ноты. В начале правая играет три ноты отдельно. Раз, два, три, четыре. На четвертую ре взяли соль в левый. Играет правая. На последнюю ноту ре берем ми бемоль в левый. Вот что получилось в третьем кусочке. Рассматриваем четвертый кусочек. В правой руке все ноты будут повторяться из третьего кусочка. Мы опять играем четыре раза ноту ре. Раз, два, три, четыре. Соль. Ми бемоль. Ре. То есть все ноты повторились. Единственное, это меняется ритм. В третьем кусочке мы делали остановку на четвертую ноту ре. Вот так. Раз, два, три, четыре. Остановка. Сейчас в четвертом кусочке мы ни одной остановки делать не будем. Все ноты играем одинаково по ритму. Также в четвертом кусочке у нас поменяется соединение с левой рукой. В левой у нас, как обычно, соль ми бемоль. Мы раньше соль брали на четвертую ноту ре в правой руке. Это было в третьем кусочке. Сейчас мы будем брать на третью ноту ре. Раз, два, три, четыре. Доигрывает правая. На последнюю ре берем октаву ми бемоль. То есть у нас в четвертом кусочке поменялся ритм в правой и поменялось соединение с левой рукой. Сейчас сыграю, что получилось в третьем и в четвертом кусочке вместе. Рассматриваем пятый кусочек в правой руке. Нам нужно взять всего лишь одну ноту ре и сыграть ее восемь раз. Будем считать по четыре. Раз, два, три, четыре. И еще раз. Раз, два, три, четыре. Это вся правая рука. В левой у нас, как обычно, повторяется соль и ми бемоль. И сейчас будем соединять правую с левой. Если мы считаем в правой по четыре, левую будем брать на третью ноту. Вот так. Раз, два, три, четыре. Еще раз считаем. Раз, два, три, четыре. При этом правая играется без остановки. Я сейчас останавливалась, чтобы вы увидели соединение. А мы играем все без остановки. Вот так. Пятый кусочек выучили. Рассматриваем шестой кусочек в правой руке. Играем ре. До. И еще пять раз ноту ре. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас будем соединять этот кусочек с левой рукой. У нас в левую опять соль и ми бемоль. Изначально правая играет две ноты отдельно. Раз, два. И у нас остается пять раз нота ре. Мы левую берем на первую ноту ре и на последнюю. В начале раз, два, три, четыре, пять. То есть на первую и на пятую мы взяли октаву левой. Сейчас сыграю с движением, что получилось в пятом и в шевтом кусочке, чтобы вы услышали цельную мелодию. Рассматриваем седьмой кусочек в правой руке. Берем ноту си бемоль, соль, ля, си бемоль. Нам нужно запомнить вот эти три ноты соль, ля и си бемоль, потому что только эти три ноты мы будем использовать до конца песни. Выкладываем на эти три ноты три пальца подряд. Первый у нас будет на соль, второй на ля, третий на си бемоль. И играем си бемоль, первым соль, вторым ля, третьим си бемоль. И нам в этом кусочке нужно сделать остановку на первую ноту си бемоль. Остановились, а дальше быстро. Соль, ля, си бемоль. Все время стремимся к ноте си бемоль. Соединяем правую и левую в седьмом кусочке. В левой у нас как обычная нота соль и ми бемоль. И сейчас нужно запомнить одно правило. Мы всегда левую будем брать на ноту си бемоль в правой. И в этом кусочке, и в последующей. Берем си бемоль и соль. Соль, ля, си бемоль и левая. Запомнили, что в правой только на си бемоль берем октаву в левой. Вот что у нас получилось в седьмом кусочке. Рассматриваем восьмой кусочек в правой руке. Используем, как я и говорила, три ноты. Соль, ля, си бемоль. Играем их снизу наверх и обратно. Соль, ля, си бемоль. Обратно. Ля, соль. И опять наверх. Ля, си бемоль. Очень легко запомнить. Играем тремя пальцами без остановок. И сейчас соединим этот кусочек с левой рукой. Как я и говорила, левую берем только на ноту си бемоль. Играем правая. Соль, ля, си бемоль. Правая. Ля, соль, ля, си бемоль. Взяли вместе с левой. Вот что получилось в восьмом кусочке. А сейчас сыграю, что получается в седьмом и восьмом кусочке вместе. Сейчас нам нужно перенести восьмой кусочек на октаву выше. И сыграть его еще раз в правой руке. И в конце добавим одну ноту ля. В предыдущем восьмом кусочке этой ноты не было. Просто добавляем в конце одну ноту ля. При этом соединение с левой у нас не поменяется. Берем октавы на си бемоль. И остановились на ноте ля. Сейчас нам нужно будет еще раз повторить восьмой кусочек на октаву выше. Только теперь в конце не добавляем ноту ля. А играем как обычно, как мы играли на октаву ниже. Сейчас я еще раз повторю концовку. Мы должны сыграть седьмой кусочек. Потом восьмой. Восьмой через октаву с ноты ля. И в этой же октаве восьмой кусочек без ноты ля. Показываю, как это звучит с движением. Мы выучили песню «Кадиллак». Если у вас получилось сыграть эту мелодию, обязательно напишите мне об этом в комментариях под видео. Поставьте лайк. И подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео уроки. С вами была Лима Мьюзик. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам больших-больших творческих успехов!